МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Елена Ивановна Кузнецова, руководитель Центра образования цифрового гуманитарного профиля и точка роста школы номер 2 Станицы Григора Полиской. Что такое добрые уроки прошли накануне в сельских школах? Что преподавали детям и в чем же доброта заключается? Наша школа присоединилась к этой акции. Дети на базе нашего центра. Ребята просмотрели фильм волонтеры будущего. На базе нашего центра фильм мы просмотрели на интерактивной панели, которую получили, как новое оборудование центра. Ребята посетили как с 4 класса по 11 класс. Затем мы обсуждали этот фильм, как было, как предполагалось. Затем мы заполняли дружно анкеты. О чем этот фильм мы обсуждали с детьми? Очень такой актуальный фильм. Как ухаживать за животными, как помогать людям с ограниченными возможностями. То есть все проходило вот в таком добром стиле. Фильм этот очень долго анонсировали. Он, если не ошибаюсь, около 50 минут. Много было таких промо-роликов, много было рекламы. И ждали именно 5 декабря, чтобы показать ребятам сам фильм о доброте, я так понимаю. Как дети реагируют вообще на волонтерство? Готовы ли делиться своим имуществом, своим временем? Готовы ли сами выходить на улицы и делать добро? Как реагируют ребята? С удовольствием. Вообще просмотрели мы этот фильм. Как четвероклассники, еще раз повторюсь, так и одиннадцатиклассники. И в этот же день, 5 декабря, когда была эта всероссийская акция, безусловно, у нас еще плюсы и свой день волонтерства был объявлен. Поэтому мы и свои какие-то добрые дела делали, выходили на улицы и дарили сердечки с добрыми пожеланиями. То есть у нас эта акция продолжалась и в школе. Сам добрый урок прошел именно в точках роста. Такое сочетание совершенно, казалось бы, непонятное со стороны. Что такое точки роста? Кто их придумал? Зачем они нужны, Наталья Николаевна? Сколько в округе? Я так понимаю, что в Ставропольском крае их 70. Сколько в округе точек роста? И вообще что это такое? Спасибо, Анастасия. Очень точный вопрос. Почему точный? Потому что точка роста, она как раз-таки точка отсчета. Это точка отсчета новых возможностей, новых способностей, новых идей, креативных мыслей. В нашем округе их три. В этом году три. Это вот средняя школа номер два станицы Григорополийской, средняя школа номер четыре поселка Тимешбекский и средняя школа номер девять с казачьими классами станицы Рашиватской. Все школы сельские. Но по меркам нашего округа эти школы большие, потому что в них обучается практически более 600 детей. Во второй школе есть дети, которые подвозятся с других хуторов и удаленных поселков. В средней школе четыре, Тимешбекской, тоже большой подвоз. И детки более 160 человек на подвозе находятся в этой школе. Поэтому первыми были выбраны именно эти школы как центры. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей. Конечно же, точки дают, как я уже говорила, возможности во всем. Прежде всего, это возможность школьной инфраструктуры. Школьная инфраструктура в точках, в центрах, она абсолютно обновлена. Две зоны. Зона каворкинга – это где можно обсуждать проекты методом совместной деятельности. И класс, то есть медиазона. И вторая зона – это учебный класс, но современный учебный класс, где обучают предметам технологии, информатики и ОБЖ. Конечно же, вот эти учебные кабинеты оборудованы по последнему слову техники. То есть мы никогда ни сельский учитель, ни сельский родитель, ни сельский ребенок, конечно же, никогда не видел. Это видел только по телевизору, либо когда посещали, например, кванториум в городе Михайловске. Это, конечно же, космические, по меркам наших бабушек и дедушек, вещи. Это квадрокоптеры, это шлемы виртуальной реальности, это мультимедийный проектор, это интерактивные лобзики, гравюры, компьютерные циркули. Это все то, что нужно, например, для технологии. А детям всем дают это потрогать, пощупать, попользоваться? Абсолютно, всем это дается. Дело в том, что в первой половине дня ведутся уроки информатики, ОБЖ, технологии. Во второй половине дня это внеурочная деятельность. Это для детей от пятого класса? Да. Мы четвертый класс уже подключаем. Конечно же, у нас программы образовательные рассчитаны в рамках федерального госстандарта, то есть в рамках девятого класса. Но, конечно же, внеурочной деятельности и двери этих точек роста открыты, конечно, можно сказать, что круглосуточно. Все учителя в каждой точке роста, семь преподавателей, руководителей, учителя, предметники и педагоги дополнительного образования. Во-первых, во время, вот перед началом учебного года все прошли обучение в городе Астрахани. Вот сейчас проходит обучение дополнительно. То есть они постоянно совершенствуются. В Москве прошел всероссийский форум, на котором все педагоги точек роста обменялись опытом, идеями, конечно, проблемами первыми. Потому что они сами, прежде всего, первопроходцы, и они учатся. Поэтому, конечно же, все очень нужно, очень важно. И мы искренне благодарим правительство Российской Федерации, президента, потому что это нацпроект образования в рамках проекта «Современная школа». Конечно же, Министерство образования нашего края, правительство нашего края за такую уникальную возможность и поддержку развития сельских школ. Точки роста одновременно открылись по всей России или было поэтапно? Нет, одновременно, единым днем. Это был грандиозный праздник. Вот в наших станицах, поселках, да, это был праздник села. 24 сентября. Как в станице, да, встречали. Ребята, наверное, с утра руки потирали, девчата. Потирали, ждали, когда туда зайти, потому что все же знали, ах, вот там же жалюзи другие, там стены другие, там и свет по-другому светит. Потому что это центр притяжения, в самом деле, как мега-звезда. Поэтому, вы знаете, большие возможности. И мы вот сегодня, ну, как бы встречаемся же часто, потому что постоянно общаемся на эту тему. Еще много неизведанного, много неопознанного, много неизученного даже самими преподавателями. И преподаватели, вы знаете, вот с каждым днем совершенствуя свое мастерство, они же сейчас сетевое взаимодействие, они общаются друг с другом, они перезваниваются, они, конечно, встречаются на мастер-классах друг друга. В рамках мы сейчас говорим о районе. Вот, потому что у одного что-то получилось. Надо подсказать коллеге, товарищу. Поэтому вот таким вот образом учимся сами. И, естественно, все это потом демонстрируем и показываем на уроках с детьми. Елена Ивановна, а в школе были ли такие специалисты, которые уже умели справляться с 3D-принтером, или которые знали, как работает шлем виртуальной реальности? Нет, конечно. Нет. Мы для этого и ездили, я в частности, на Всероссийский форум, где обменивались именно мнениями и опыт мы услышали, липецких школ, томской школы, мастер-классы они нам показывали, как работать с таким оборудованием. Но, безусловно, сами познавали, какие-то тоже мастер-классы друг друга смотрели, и читали, читали, читали. Нет такого, чтобы делать, Елена Ивановна, да здесь вот так, вот так и вот так, на кнопочку нажал, шлем надел? Нет. Нет, все очень интересно. Во-первых, очень дети много знают, да, они же, наверное, уже немного даже и лучше нас во всем этом понимают. Поэтому большими помощниками и они нам были здесь, дети, как бы даже больше, быстрее вот соображая, быстрее что-то, что-то, поэтому и вот эти фигурки, которые с детьми делали, как тестовая печать, поэтому все, это только дети и мы рядом с детьми. Я так понимаю, вот это ласточки на гнездо, да? А это? Просто замок. Как это, как сам процесс происходил? Это прямо на уроке, да, с каким-то классом или дополнительные занятия? Ну, да, конечно, это и на уроке, и с классом, и внеурочное, потому что это очень длительный процесс печатания, очень много здесь, как бы, вот этих нюансов печатать, вот, поэтому печатание происходит как 6 часов, так и 9 часов, поэтому только разработка, вот, во время урока происходит, только какой-то сценарий можно найти с детьми, обсудить, вот, модели, то есть они выступают в роли проектировщиков, модельеров, а уже сама печать, уже ставится там в свободное время, и продукт вот налицо. Можно я добавлю еще один момент? Вот если говорим вот о фигурах, понимаете, что центр «Точка роста» работает не ради тех трех, допустим, предметов, предметов, о которых мы говорим, информатика, технологии, обиджи, программы, они интегрированы, и поэтому, вот, допустим, если мы говорим о «Ласточкином гнезде», то, конечно, это урок и географии. Вот, естественно, это Крым, естественно, как показать, можно же еще и создать, вот, процесс создания очень серьезный, это подключается и учитель информатики, и учитель технологии, то есть здесь идет вот такая командная работа, и это очень, как бы, полезно, потому что дети и увидят, и изучат, и процесс, мотивация ведь возрастает на уроке тогда, вот, когда есть такие современные уникальные подходы. Об открытии и работе «Точка роста» у нас есть небольшой сюжет, давайте посмотрим. Чем нагляднее, тем понятнее. Это правило действует для самых разных школьных предметов. Например, это урок ОБЖ. Ученикам объясняют, что нужно делать, если человек подавился. Так называемый прием Геймлиха отрабатывают на специальном манекене. Находим повздошные кости, вот они у нас, указательными пальцами сводим, вот тут ставим посерединке кулачок, другой рукой обхватываем его, и резким движением, оп, все, молодец. Создать карту или макет школьного двора можно не только при помощи карандаша и бумаги, рассказывают педагоги. Воплотить такой проект в жизнь подросткам поможет программа по моделированию, а также навык управления маленьким летательным аппаратом с видеокамерой. Есть такая функция – посадка на руку. Попробуем. Оп. Также можно попробовать залететь с руки. Кто хочет попробовать. Решать сложные технические задачи, планировать работу на несколько шагов вперед и овладеть современными технологиями. Всему этому научат школьников в образовательных центрах «Точка роста». Это центры, в которых оснащается несколько зон. Проектная зона, зона каворкинга, шахматная зона. А самое главное – зоны, которые позволяют нам на другом, более высоком современном уровне проводить такие занятия, как технология, основы безопасности жизнедеятельности и информатика. Символический ключ от «Точки роста» ученикам передали на торжественной церемонии, а также познакомили с образовательным центром, который располагается в двух кабинетах. На информатики собираемся к программированию обучаться. На технологии ребята будут обучаться работе с квадрокоптерами, 3D-виртуальными шлемами. Также у нас в оборудовании 3D-принтер, на котором ребята будут учиться, создавать 3D-модели. И у нас стоят манекены, на которых они будут отрабатывать свои навыки первой помощи. Обучать школьников будут преподаватели, которые прошли специальную подготовку. Таких в Крае почти сотни человек. В школьное время кабинеты «Точки роста» будут использоваться под проведение школьных предметов. ОБЖ, технология и информатика. А во внеурочное время ребята здесь смогут творить, моделировать и конструировать. Только в этом году таких «Точек роста» в Крае откроется 70. Через 3 года их станет в 4 раза больше. А на одном из занятий в образовательном центре побывали Ирина Ивановская и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Не обидно ли другим детям из других школ? Они тоже хотят заниматься? Нет. Вы знаете, вот Елена Ивановна подтвердит. Дело в том, что почему вот школы выбраны с учетом того, чтобы другие школы были близко расположены. И, конечно, вот, допустим, в Григорополисской у нас есть еще одна средняя школа номер 18. И дети из средней школы номер 18 уже посещают эту точку роста дополнительного внеурочное время. Другие школы точно так же по удаленности. И школы, которые находятся за 5 километров от тех, которые сейчас у нас являются точками роста, и дети подъезжают во второй половине дня. Есть расписание, образовательные программы составлены. А вот эта образовательная программа дополнительная, она платная? Нет, конечно, все бесплатно. Во всех точках роста дополнительного? Во всех абсолютно бесплатно, внеурочная деятельность абсолютно бесплатно. Стоят в очереди, не будут уже дети записаться? Конечно, конечно, конечно. Хватает сейчас ресурсов или уже еще бы одну точку роста открыть? На следующий год мы откроем еще две, и еще в 2021 году еще три. А есть планы где, в каких учреждениях? Конечно, да, конечно. Расскажите. Да, в 2020 году мы открываем две точки роста, и уже абсолютно все заявки оформлены, все подтверждения получены. Мы ведем полным ходом уже подготовку. Это средняя школа номер 6, село Раздольное. Это школа с филиалом. И средняя школа номер 7, поселок Горьковский. Вот это будет в следующем году. Мы уже активно к этому готовимся. Чтобы попасть ребенку на обучение в точку роста, какие-то нужны ему дополнительные знания? Или, может быть, хорошие оценки? Или рекомендация учителя, что вот смотрите, какой хороший ребенок. Надо бы его отдать, чтобы он выучился, как правильно печатать на 3D-принтере. Какие знания, какие требования у детей? Мне кажется, здесь должно быть желание самого ребенка, желание родителей, безусловно, чтобы ребенок, мне кажется, как можно больше посещал кружков творческих вот этих объединений, а может быть, в дальнейшем выбрал вот свое направление, куда ему дальше идти. Потому что ведь есть и шахматное направление, сейчас очень популярно оно, кстати, развито. И еще говорю, что мы не упомянули о таком направлении, как промдизайн. Это очень направление в технологии, это очень новое направление, помимо с геоинформационными технологиями, 3D-моделированием. То есть вот эти три направления, которые сейчас очень современны именно в точке роста. Поэтому здесь же также не ограничивается возможность ребенка посещать театральные кружки. И, понимаете, кружок нестандартного рисования, вот, например, у нас есть. Что такое нестандартное? Ребенок рисует, чем хочет и как хочет, и пальцами, нитками, солью. То есть, понимаете, есть выставки, есть уже какой-то опыт, есть работы. Поэтому ребенок, маленький ребенок, допустим, там, первый класс, он пожелал на шахматы ходить, мы ему не можем отказывать. Поэтому было бы желание родителей водить детей, и было бы желание детей посещать точку роста. Но желание есть. Мы видим, что охват сейчас большой у нас пока. И мы думаем, что в процессе и мы будем познавать все новые и новые программы, все новые и новые направления, и тем самым завлекать всех детей нашей школы, и также развивать сетевое взаимодействие в нашей станице и ближайших образовательных учреждениях. Направление промдизайн, это, наверное, уже для деток старшего возраста, от девятого класса. И что это такое? Это какая-то некая архитектура тоже? Ну, скорее всего, да, потому что промдизайн, знаете, когда мы сами познавали, что это такое, это такая, знаете, программа, которая направлена на все-таки, скорее всего, больше на конструирование, моделирование и на какой-то дизайн, который будет в будущем поставлен на какую-то продажу, допустим. То есть это дети, может быть, с какими-то своими идеями, мыслями, и они хотят что-то новое сделать, и тем самым это будет проект будущего. Решают, вот сейчас называют это, решают кейсы. Кейсы, кейсы, так это задача, которая ставится перед ребенком, перед учителем, и они ее решают. Например, с помощью квадрокоптера можно, например, более красиво смоделировать здания, там, школы и окрестностей. Вот с помощью квадрокоптера это все сделали, затем на промдизайне это можно что-то там смоделировать, как-то, понимаете, то есть и какую-то карту или, может быть, какой-то проект уже выдать готовым. То есть мне кажется, вот вся технология сейчас настолько с новыми направлениями, вот еще раз говорю, 3D-моделирование, геоинформационный промдизайн, что вот это вот одно от другого отделять, как бы, наверное, нет. Скорее всего, это вот все вместе будет действительно вот, ох, как хорошо. Необычная задача, и, соответственно, у детей должно быть какое-то необычное мышление. Мышление, да. И получается, гуманитария все меньше, технарей, все больше технарей. Ну, видите, у нас ведь центр как гуманитарного, так и цифрового профиля, и поэтому, почему? Мы ждем всех, привлекаем всех. Но впереди, конечно, у нас ждет, конечно, и разработка новых образовательных программ, конкретно по предметам гуманитарного цикла истории, общества, знания, литературы, русского языка. То есть сейчас стартовали больше с цифровым техническим? Больше с техничким, но не за горами и гуманитарный цикл. То есть сейчас направление такое. Начали же недавно, стартовали относительно недавно, какие-то итоги и выводы делать рано. Но в любом случае, может быть, что-то уже хочется, может, какое-то там дополнительное оборудование или дополнительные знания, или больше обмена опыта, обучение, может быть, чтобы другие учителя из других регионов к нам приезжали, тоже проводили обучение. Чего бы еще хотелось преподавателям? Ну, мы ждем, конечно, сейчас подключения высокоскоростного интернета. Для нас это немаловажно. Тогда мы прям, конечно, для нас это, вернее, будет очень хорошо. Безусловно, и опыта еще маловато. Нам бы хотелось, конечно, и обмениваться опытами, какими-то мастер-классами, рабочими программами. Как Наталья Николаевна сказала, учителя ОБЖ только посетили у нас курсы очные и дистанционные в городе Астрахань. И учителя технологии. Сейчас поедут учителя информатики, и мы ожидаем, конечно, хорошего обучения, мощного, чтобы нам предоставили и программы разработки, и, может быть, еще какие-то новшества. То есть мы ожидаем дальнейшее обучение. Вы знаете, в Астрахани изумительно построен процесс обучения наших коллег, потому что люди возвращаются оттуда новыми. Вроде как и тот же человек, а приехал совершенно с новым багажом. Ну и технологии, может, их там меняют местами, делают копию, распечатывают, посылают другого. Вот, как перезагрузка, знаете, своего рода происходит с людьми. И совершенно новые идеи, новый взгляд, новый человек. Хотя прежний учитель, казалось бы, мыслит по-новому, преподает по-новому, все по-новому. Даже одет по-новому. Даже внешний облик, все, как говорится, на ступень выше, можно даже так сказать. А по поводу того, что обмен опытом и сетевое сообщество педагогов, буквально у нас в районе 5 декабря, как раз в День волонтеров, проходил краевой методический семинар руководителей методических служб и районовый округов Ставропольского края. И, конечно, был обмен опытом, и был опыт уже представлен, первый опыт. И, конечно же, коллеги уехали с вопросами, с идеями, с новыми задачами. И это очень ценно, и это очень важно. И обучение продолжается. Поэтому недостатка в новых знаниях, в потребности нет. В предоставлении даже, наверное, будет вернее так сказать. Осталось только впитать. Да, только учиться, учиться. Как знаете, тенденции 21 века, учиться всю жизнь. Поэтому и так, и как еще говорят, что если не бежишь, то значит стоишь на месте. Вот все это к этому. Поэтому все очень актуально. Об итоге для детей, если в обычной школе они получают диплом, аттестат, здесь какие-то сертификаты, когда прохождение точки ростов, может быть, двухлетней. Вы знаете, этот вопрос обсуждался на Всероссийском форуме. То есть это, наверное, все-таки проект будущего. Да, будет, наверное, что-то предусмотрено, потому что обещали именно что-то и давать ребенку по окончанию, но пока нет. Пока нет. В любом случае, возможно, при поступлении бы это как-то влияло на результаты. Только начинается, поэтому не за горами, скорее всего, будет решение о том, что, возможно, будут какие-то сертификаты после документов. Мы будем надеяться, чтобы был результат не только в знаниях, но и, как говорится, на бумаге. Бумага всегда пригодится, документ очень важен. Спасибо вам большое за визит, за беседу. Очень рады, что вы занимаетесь с нашими детьми, детьми в селах. Я думаю, родители вам тоже очень благодарны. И надеемся, что в следующем году будет больше знаний, еще больше оборудования, и дети будут рады показывать такие вот необычные достижения. Спасибо вам за встречу. Спасибо. Ну, а нашим телезрителям желаю оставаться на своем. И до скорой встречи. Спасибо.